Добрый день, уважаемые пользователи, компания Axelot приветствует вас на вебинаре, посвященном сопровождению комплексных проектов. Хочу сказать несколько слов о компании Axelot. Наша компания имеет достаточно большой стаж работы на рынке IT-услуг, нам уже 17 лет. На сегодня в нашем штате более 300 специалистов разной квалификации, разной направленности, находящихся практически по всей территории нашей страны. У нас есть офисы в Москве, Иркутске, Санкт-Петербурге, Кирове, Твери, Ижевске, Нижнем Новгороде, Казахстане и Белоруссии. Мы занимаемся расширением нашей географии. Кроме исключительно IT-шных проектов в активе нашей компании, образовательные проекты в области складской транспортной логистики, организация профильных конференций, выпуск книг, обучающих роликов, проведение целевых образовательных программ в вузах. Компания Axelot является давним и важным партнером 1С, в частности, имеет статус 1С-центр сработки. Специализацией, не побоюсь этого слова, фишкой компании является автоматизация складской транспортной логистики, метеорно-технического обеспечения, нормативно-справленной информации и торговой деятельности. Наша компания разработала несколько совместных с 1С программных продуктов, которые активно продаются и поддерживаются. Также мы занимаемся IT-консалтингом. Наша компания имеет децидию на проектирование складских комплексов. Мы занимаемся поддержкой и сопровождением IT-систем любой сложности, ну, собственно, чему посвящена наша сегодняшняя конференция. И в рамках работы, точнее, не в рамках работы, а как часть работы с высоко нагруженными системами, мы занимаемся их проектированием и оптимизацией. В последнее время это стало наиболее востребовано в связи с тем, что на продукте семейства 1С предприятия переходят или расширяются очень крупные предприятия. Вот краткий лист наших клиентов. По части клиентов возможны референс-визиты. Если вас кто-то из них заинтересует, мы готовы будем эти вопросы с вами обсудить. Особенно обращаем ваше внимание на развитие, скажем так, на развитие, это уже какое-то время назад было, на все более активное внедрение в практику корпоративных клиентов такого решения 1С, как 1С предприятию 8Корп. Данные лицензии были разработаны 1С. По результатам анализа работы информационных систем крупных предприятий, когда стало понятно, что крупные бизнесы требуют отдельного подхода, связанного в первую очередь с управлением производительностью системы. Отсюда были дополнительно разработаны такие решения, как распределение нагрузки по рабочим серверам кластера, гибкое управление нагрузкой, управление сеансом, профилем безопасности, обновление тонкого клиента непосредственно сервера, ну и некоторые другие возможности. Для того, чтобы пользоваться этой возможностью предприятию, необходимо купить лицензию КОРП. Эти все решения реализованы в рамках единой платформы 8.3. 1С предприятия 8 версии 8.3. Подробнее об этом, я думаю, мы расскажем в конце, если у вас возникнут какие-либо вопросы. Кроме непосредственно разработки программы, компания Axelot имеет различные компетенции и сертификаты компании 1С, такие, как 1С в центре ERP, в центре компетенции КОРП, в центре компетенции по торговле, ну, про центр разработки я уже сказал, 1С Асалтинг, и мы являемся разработчиками учебных курсов по складской логистике. Совместные решения фирмы 1С и компании Axelot приведены на данном слайде. Переходим к основной части нашей сегодняшней встречи, это предложение компании Axelot по сопровождению информационных систем крупного бизнеса. По этой теме выступит Владимир Зажигин. Здравствуйте, коллеги, меня зовут Зажигин Владимир, я представляю отдел сопровождения компании Axelot для СИНО-кварителей. Компания Axelot, работая на рынке крупных систем, предлагает помимо услуг по внедрению информационных систем, также и услуги по спроектному сопровождению. Что мы понимаем под услугами сопровождения? Здесь короткий план из двух пунктов о том, какие непосредственные услуги предоставляются сопровождение системной платформы 1С и отдельным пунктом, выделенным ТС-корпом. Это новый продукт, который подвигает компания 1С, и мы являемся партнером компании 1С по продвижению этого продукта. Что понимается под сопровождением информационных систем? Мы понимаем под этим любые работы с информационной системой после того, как система перешла в стадию опытной либо промышленной эксплуатации. То есть, если в информационной системе вводятся уже реальные данные, это не просто какие-то тестовые базы, а реальные данные, в которых работают реальные пользователи, это мы называем сопровождением. Это для того, чтобы определиться с терминологией. Почему проведено такое разделение? Разделение на самом деле имеет очень большой смысл, потому что все мы занимаемся сопровождением и эксплуатацией информационных систем. Естественно, правила работы с информационной системой по ее поддержке, по ее развитию, по решению проблем существенно отличаются между двумя этапами. Первый этап – это когда мы систему внедряем, но пока еще не используем в реальной работе. И второй этап – когда система уже реально работает и используется для введения поддержки реальных работающих бизнес-процессов компаний. Какие основные направления деятельности при сопровождении информационных систем? Первое, для чего мы привлекаемся достаточно часто – это решение сложных либо трудоемких задач. То есть, когда у клиента, у вас, например, есть собственные разработчики, собственные специалисты по 1С, но они могут не справляться либо с какой-то специфической сложной задачей, либо они могут не справляться просто банально с нагрузкой. Когда в какой-то этап от бизнеса вы получаете очень большое количество запросов, бизнес генерирует большое количество запросов на изменения, нужно сразу изменить несколько модулей, произвести какие-то масштабные изменения, и в результате у вас просто может не хватить ресурсов. В этом случае мы привлекаемся. Второе важное направление – это снижение зависимости от внутренних разработчиков. Очень часто встречаются ситуации, когда либо именно в крупных системах, у крупных клиентов, либо система разработана самостоятельно для компании, то есть это вообще не типовое решение какой-то 1С, а полностью самостоятельная разработка. Либо второй вариант, когда за базу было когда-то взято типовое решение 1С, но в результате внедрения и дальнейшего развития продукта система претерпела очень большое количество изменений. Соответственно, в этом случае мы подключаемся, и у нас есть практика, когда мы восстанавливаем документацию, которая позволяет эксплуатировать систему, то есть это не просто документация, которая описывает систему, которую потом непонятно как можно применять, а это именно документация, которая позволяет достаточно эффективно в дальнейшем сопровождать и поддерживать работоспособность системы уже снижая зависимость от конкретных разработчиков. Потому что тоже наверняка многие сталкивались с ситуацией, когда что-то разработали, потом программист или программисты, которые это делали, вдруг решили по каким-то причинам уйти с компании, а что дальше делать с продуктом. В этом случае мы также подключаемся и оказываем достаточно эффективную помощь в решении таких вопросов. Но даже если программист еще не ушел, или они еще не ушли, все равно имеет смысл достаточно часто подготовиться, подготовить взаимозаменяемый персонал для того, чтобы не обязательно провоцировать уход этого программиста, но для того, чтобы его можно было безболезненно переключить на какие-то другие задачи, потому что проблема отсутствия взаимозаменяемости сотрудников есть не только в риске того, что программист или разработчик уйдет, и мы потом не знаем, что делать с системой, но и есть второй взгляд на эту проблему. Он может никуда не уходить, но он не может отвлекаться на другие задачи, потому что кроме него больше передать это некому. В таких ситуациях наше увеличение тоже достаточно эффективно может быть. Что еще мы делаем? Мы выстраиваем процессы сопровождения с использованием формирования четких критериев измеримости качества услуг, организуем качественный, количественный учет в измерении качества работы информационной системы, как с использованием чисто механистических средств, таких как 1С, КИП, с измерением показателей по методике Абдекс, так и измерением удовлетворенности пользователей, клиентов услугами, оказываемыми измерением временных показателей в услугах, которые оказывают непосредственно люди. То есть это с какой скоростью реагируют консультанты, с какой скоростью получают ответы пользователи, как долго был достой по причине не оказанных вовремя услуг. Следующее отдельное направление это круглосуточная служба приема и обработки запросов. У нас есть круглосуточная служба приема и обработки запросов, в том числе у нас есть ресурсы в другом часовом поясе, это в городе Иркутске. Соответственно, мы можем оказывать услуги и круглосуточное сопровождение. В общем-то, этим все сказано. Есть клиенты, у которых такая потребность возможна, если среди присутствующих есть такие, то мы можем в дальнейшем обсудить возможные варианты взаимодействия. Как отдельный продукт и как часть других продуктов, других направлений деятельности, мы занимаемся именно системным мониторингом и оптимизацией производительности. То есть существует четкая методика, которая позволяет локализовать возможные проблемы с производительностью, в первую очередь организовать мониторинг, опять же, с использованием продукта 1С КИП. Мы можем в автоматическом режиме получать информацию о ключевых показателях работы информационной системы и, применяя системный подход, мы можем гарантированно локализовать те места в информационной системе, которые требуют оптимизации, для того, чтобы мы могли выйти на показатели работы системы, которые требуются заказчику, конечному потребителю, пользователю информационной системы. Это позволяет направлять и человеческие ресурсы в нужное русло, и позволяет направлять финансовые ресурсы на те участки оптимизации работы информационной системы, которые непосредственно должны принести ожидаемый эффект. То есть мы не выдаем банальных рекомендаций «изменить сервер», мы выдаем конкретные рекомендации в каком конкретно сервере, в вашей инфраструктуре, в каких конкретно элементах, то оперативная память, дисковая подсистема и так далее, требуется оптимизация. Также мы можем организовывать круглосуточный мониторинг информационной системы, который достаточно эффективно работает в связке с круглосуточной обработкой запросов. То есть когда мы можем в автоматическом режиме настраивать мониторинг работоспособности вашей системы и реагировать на какие-то проблемы еще до того, как эта проблема будет осознана пользователями и они начнут жаловаться на нее. Большинство проблем можно заметить заранее по изменению каких-то качественных, количественных показателей, которые возможно регистрировать в автоматическом режиме, в том числе и с использованием продукта 1СКИП. Для выполнения всех этих работ у нас присутствует в компании достаточное количество инженеров с сертификатами эксперт по технологическим вопросам. То есть это очень высокого уровня. Инженеры с большим опытом, ключами работают на крупных и очень крупных проектах, с сотнями и тысячами одновременно работающих пользователей. И вот заключающая часть это продукт 1С и ТСКОРП. На этом слайде я передаю слово опять Нестеркину, и он расскажет подробности об этом продукте компании 1СКИП, реализации которого мы участвуем с первых дней начала основания таких услуг компании 1СКИП. Я уже общие подходы к лицензированию 1СКИП, к 1СКИП, предприятия КОРП рассказал. С точки зрения технической поддержки решений на базе платформы 1С предприятия 8КОРП необходимо помнить следующее, что с этого года компания 1С отдельно лицензирует данные продукты, то есть родился новый продукт поддержки 1С и ТСКОРП, который требует для своей реализации обязательной покупки расширенной корпоративной лицензии. По конкретной стоимости я думаю, можно будет конкретно с каждым обсудить эти конкретные случаи, но это уже немножко в дальнейшем. По лицензированию КОРП необходимо обращаться для закупки и самих лицензий 1С предприятий КОРП и для оказания технологической поддержки необходимо обращаться к партнерам 1С со статусом 1С КОРП. Таким партнером является компания Axelot, мы в полной мере оказываем услуги по технической поддержке данного решения. Особенности этого продукта это круглосуточная регистрация обращений, это гарантированное привлечение сотрудника сертифицированного как эксперт по технологическим вопросам к решению ваших вопросов за оказанием услуг в рамках 1С и 2С КОРП очень пристально следит сама компания 1С, соответственно, любое обращение, которое поступает от клиента с действующим договором на услуги 1С и 2С КОРП, но отслеживается компания 1С, мы обязаны оповещать не только клиента о ходе решения его проблемы, но и компания 1С, соответственно, компания 1С не просто заинтересована, она очень трепетно относится к клиентам, заключившим данный договор, соответственно, это реальные гарантии того, что вы не остаетесь в безвыходной ситуации, когда вы не знаете, к кому обратиться и что делать дальше, да, соответственно, мы, как партнер компании 1С оказывающие эти услуги, если вдруг мы не знаем, что делать дальше с вашей проблемой, мы имеем право на основании этого эскалировать проблемы в компании 1С и компания 1С обязуется принимать данные запросы и решать и привлекать специалистов уже непосредственно своих. Выше и компетентнее специалистов по платформе 1С больше ни в деках в самой компании 1С и, соответственно, заключая такого рода соглашения, вы получаете гарантию того, что будет сделано максимально все возможное в случае, если у вас возникнет такая проблема. Но, опять же, самое интересное и самое главное для бизнеса не решить быстро проблему, самое главное и интересное для бизнеса это предотвратить саму проблему, то есть не довести ты не ее даже, а это можно сделать используя все вышеоказанные нами, выше рассказанные услуги это услуги сопровождения круглосуточное, это автоматический мониторинг, это привлечение специалистов еще на этапе ввода системы в промышленные мунициплиотерсы. я хотел такую реманку сделать. На этом мы закончили рассказ о подходе компании Axelot к сопровождению систем. Если у вас есть вопросы, мы готовы на них ответить. здесь возникают вопросы по поводу стоимости поддержки и TS-корп. стоимость TS-корп складывается из двух компонентов. Это договор непосредственный 1S и TS-корп, который стоит 48 тысяч рублей в год и расширенная корпоративная лицензия, стоящая 15% от стоимости имеющихся у вас лицензий, включая пользовательские, серверные, какие-либо еще, но не менее 300 тысяч рублей в год. То есть минимальная стоимость сопровождения корпоративной лицензии предприятия составляет 348 тысяч в год. Что предоставляется за эти деньги, мы уже описали. Позволю себе повториться, мы можем с помощью в рамках решения данных в рамках данных услуг помочь вам не погасить какую-то проблему, а предотвратить ее появление. Благодарим вас за внимание, всегда будем рады ответить на ваши вопросы или оказать вам помощь в работе. До свидания. До свидания.